АвтоВАЗ пытается выкарабкаться из производственного кризиса. С 14 по 18 марта автогигант возобновит производство автомобилей на главном предприятии в Тольятти. Правда, с конвейера смогут сходить только семейство Гранта и внедорожники Нива Ледженд. Что касается производственной линии, где делают машины на платформе B0, то она продолжит стоять. А это значит, что конвейер не даст рынку не только Логана и Сандера, но также Лады, X-Ray и Ларгус. В Ижевске продолжат готовить запуск обновлённой Весты. В этом процессе занята только часть персонала, а все остальные распущены по домам. Правда, с сохранением двух третей от среднего оклада. И ещё. Всего одна фотография, но море надежд. Главе АвтоВАЗа Николя Мору показали первый собранный экземпляр будущей новинки от марки Лада. Это будет одноклассник Гранты и Весты, но уже на французской платформе CMFB и с каркасом кузова от Рено Логана третьего поколения. Впрочем, автомобиль под маркой Лада примерит другие кузовные панели, а также чисто ВАЗовские атмосферные моторы. Возможно ли такое во времена жесточайших санкций? Как видим, в отличие от иностранных топов других компаний, Николя Мор из России не выехал, а владеющий большей частью АвтоВАЗа Альянс Рено-Ниссан дипломатично хранит молчание. И ещё одна важная новость, посвящённая российской автомобильной промышленности. Правительство и Госдума готовят законодательные возможности для национализации имущества компаний, решивших покинуть Россию. Зарегистрированный в Думе законопроект позволит судам вводить внешние управления на заводах и любых других организациях, которые на четверть и более принадлежат иностранцам из «недружественных государств». В список последних входят 27 европейских стран, а также Япония, Корея и многие другие. Так что если проект станет законом, то Volkswagen, Daimler и многие другие в теории могут лишиться своих сборочных площадок. Впрочем, о реальном применении инициативы говорить рано. Ещё одна идея правительства — поднять планку налога на роскошь. Так принято называть повышенную ставку транспортного налога для дорогих автомобилей. До сих пор им облагались машины ценой от 3 миллионов рублей, а с 2022 года планка сдвигается на 10 миллионов рублей. Уточним, что речь идёт именно о проданных, начиная с 1 января, новых автомобилях. Причём порог в 10 миллионов не учитывает дилерские наценки, а только лишь рекомендованные производителем розничные цены. Поэтому число автовладельцев, реально уплачивающих налог на роскошь сократится далеко не сразу. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова